Андрей Андреевич, я хотел сказать, что мы с вами на самом-то деле во многом коллеги, потому что вас обвинили когда-то в России в экстремизме, меня хотели, но передумали. Мне кажется, это все-таки связано с нашим кредо по жизни, называть вещи своими именами. И если говорить о том, что вот кажется, несмотря на праздники, планируются чуть ли не решающие переговоры по линии США-Россия, то российская пропаганда или российские информационные войска, кажется, отправились в последний бой. Они ставят вопрос, ну, по сути, в таком контексте ликвидации государства Украины. И одним из таких маркеров есть, наверное, Жириновский, который вообще предложил начать бомбить Украину в новогоднюю ночь. Понятно, может быть, они клоуны, может, нет, но, тем не менее, переговоры намечены. Как вы считаете, что мы можем ожидать от этого очередного онлайн-саммита по линии США-Россия? Ну, о маркерах мы поспорим еще, я думаю, там есть более показательные маркеры. Ну вот, мы теперь видим, что на самом деле 2021 год, он заканчивается по-старому. Он закончится 13 января 2022 уже, потому что лишь кульминационные события этого года, они произойдут, соответственно, 10, 12 и 13. Только что было объявлено, 10-го видеоконференция Байдена и Путина, 12-го Совет России-НАТО и 13-го, там, на заседание БСЕ, членом которого, кстати, и Украина является. Значит, на 13-го, на третий раз и Украину даже обещают заслушать. Но я считаю, что даже само это расписание, это уже тактическая победа Путина, не первая, не последняя за эти месяцы. Они же все время основной тезис. Я даже цитирую, не Жириновский как-нибудь, это срок министра иностранных дел, что мы не хотим разговаривать там с кем-то шавками, все решают два взрослого человека, Байден и Путин. Вот у них замечательная установилась химия отношений, вот они все обсудят. И как и получается, что 10-го Байден и Путин примут судьбоносное решение и спустят их вниз, как бы, на Совет НАТО 12-го и на БСЕ 13-го. Ну и я до последнего надеялся, что глубинное государство не отпустит своего дедушку Джо еще на одну психотерапию с Путиным, который я последний назвал в своей статье «Лоботомия по видеосвязи». Ведь после каждого сеанса определялся совершенно четко доминантное самец в этой паре. Мы же все помним, что он с ним сделал в Женеве. Он сначала на своей пресс-конференции так пробросил. Мне кажется, что господин Байден согласен со мной без альтернативности Минских соглашений особого статуса и через полчаса Байден покорно промямлил те же мемы. Еще хуже было после видеоконференции, когда он вернулся в Вашингтон, он желчный развернутый говорил об особом статусе Ордло и пробросил даже такую фразу «дегрио фатернами». Ну, какой-то степень автономии одной из украинских провинций предлагается. Но это мелкий вопрос, конечно. Не идти же из-за него на ядерную войну. Вот примерно такой бы подтекст. Но он пошел еще дальше. Он объявил, это было, по-моему, до седьмого была встреча, восьмого ты был ослаблен, это я в пятницу. Вот мы тут с лидерами ведущих европейских, член НАТО, не каких-нибудь там балтийцев, поляков, а вот Англия, Германия, Франция, серьезные люди. Мы вот встретимся еще раз с Путиным и обсудим его о заботчинности России в сфере своей безопасности. То есть Путин полностью изменил повестку дня. Речь идет уже не об агрессии России, преступлений военных, совершаемых в течение последних восьми лет, а еще раньше, начиная с Грузии, о каких-то озабоченностях. Страны НАТО должны каяться в своих греках, объясняться, просить прощения. Очень удачную повестку дня он предложил. Ну хорошо, сейчас мы, я потом перейдем к ответу на ваши основные вопросы, что ожидать этой встречи, как они будут проходить. Ну, это серьезнейшая ситуация, ведь ультиматум по существу, он беспрецедентен в своей наглости. Вот вы, кстати, недооцениваете масштаб. Да, уничтожение Украины, конечно, это чудовищная вещь, да. Для нас с вами это очень близко и важно, но вот эти очень же, он же этим не ограничивается. Он там, провозглашая Украина, вообще почти выносится за скобки, как мелкое приложение к его грандиозному проекту. Он там вводит, по-моему, даже в прошлый раз с вами это уже успели обсудить, новый термин – страны, ранее входившие в союз Советских Социалистических Республик. Я дословно цитирую. Так вот эти страны, оказывается, они ограничены в своих правах, они какие-то прокаженные, опущенные на зоне исключительного влияния Российской Федерации. Но и на этом не останавливается полет мысли Путина. Он идет дальше на Запад и прочершивает новую красную линию. Он требует вернуть инструктуру НАТО на границе 1997 года. Это до вступления Польши, Чехословакии и так далее. Он проводит красную линию по сути, по середине Европы, по карте. Причем это очень такая символическая красная линия. Это линия максимального распространения на Запад у Уса Джучи, ханом которого, видимо, он себя освещает. Я бы назвал это линия Батыя-Сталина. То есть это как раз та линия, до которой Батый дошел в 1245-м, а Джугасвили дошел в 1945-м. Вот, видимо, можем повторить, создание Путина и его окружение отливается вот в таком металле вот этой красной линии Батыя, которая будет в линии Батыя-Сталина Путина. Таким образом он решил входить в историю. Но это беспрецедентный, конечно, вызов Западу. И сама уже готовность обсуждать этот бред является серьезной уступкой. Но там много вопросов, которые нет для обсуждения саммит Байдена-Путин. Это должны обсуждать эксперты, военные, дипломаты. Мы знаем Байдена, во-первых, мы видели три раза, как он обсуждал с Путиным. И это доминантный самец выжимал его все, что ему нужно. Ну и потом мы же видели пресс-конференции Байдена. У него все ответы написаны у него на этих картонных бумажках. И там же фамилия корреспондента, которому он задаст этот вопрос. Ну, это вопрос, конечно, к лидерам, так называемого, свободного мира. Вот два последних, Трамп и Байден, и того и другого, такой оперативнее КГБ средней руки. Там до майора он заслужился, подполковник ему дали уже на пенсию, чтобы на 10 рублей больше пенсию получал. Вот он переигрывает и успокоит. То есть я ничего хорошего от этой встречи Байден и Путин не жду. Ну, как бы не подготовили Байдена, вот мы с вами уже там на бутылку одну поспорили, я уже не помню о чем. Я вам напомню. Да, могу поспорить, что Путин одержит тактическую победу на этой встрече. Какого она масштаба будет, какие последствия, это не значит, что он ее закрепит, потому что Байдену любой свою договоренность не удастся продать в Вашингтоне не только Конгрессу, где никакие договора не будут ратифицированы, но и политикам в целом, да и собственной партии. Вот так что в целом вот этот раунд предварительный, организационный раунд по расстановке сил, кресел на переговорах Путин снова тактически выиграл. Андрей Андреевич, забавно, но когда вы сказали о том, что Байдену готовят ответы на бумажках и вопросы, соответственно, СМИ, и какое СМИ их будет задавать, в последний раз я что-то видел подобное, был такой президент, потом сбежал. Виктор Федорович Янукович, ну, мы тут, наверное, все-таки параллели проводить не будем. Во-первых, я хотел сказать, что наш стрим совместный, он проходит на YouTube-канале 24-го канала, на моем собственном канале Роман Сымболюк и, конечно же, на Facebook-страничке 24-го канала. Поэтому в рамках нашего общего проекта «Называем вещи своими именами» и «Развиваем украинский YouTube», подписываемся, соответственно, по ссылкам, которые есть в описании, для того, чтобы увеличить аудиторию украинского YouTube в целом.